Ваша в прошлом коллега, Карин Кнайсель, которая возглавляла МИД Австрии, говорит, что сегодня все гораздо хуже. Если тогда были еще серьезные политики 25 лет назад, то сейчас она говорит, что это просто тинейджеры, это просто такие малообразованные, дерзкие подростки, которые совершенно не отвечают за свои слова. Вы согласны с этим? Я не хотел бы внедряться в сферу личных оценок, личного восприятия. Меня и так постоянно западные журналисты пытаются искажать все мои высказывания. Но если сравнивать поколение политиков той поры, 25-летней давности и нынешние, тинейджеры тоже появляются в последнее время, даже на первых ролях, как мы видели не так давно. Но и политики зрелого биологического возраста, конечно, не дотягивают до уровня таких крупных фигур, как Деголь, Ширак, Миттеран, Гельмут Коль, Шрёдер. Это люди, которые действительно думали об интересах своей страны и не подчиняли эти интересы единому коллективному западному требованию, которое мы сейчас наблюдаем повсеместно. Европа полностью легла под Соединенные Штаты. У нее нет никакой самостоятельности. Все разговоры Макрона за последние несколько лет, а он их периодически оживлял в медийном пространстве, о создании некой стратегической автономии Европы. Все это оказалось пшиком, извините за бытовое выражение. И никто сейчас даже не помышляет об этом. И сейчас, если брать того же Макрона, его настойчивость в том, что не исключено, что мы направим сухопутные войска на Украину, это уже не про стратегическую автономию, это чтобы понравиться Соединенным Штатам и заодно спровоцировать союзников в самом Североатлантическом Альянсе. С такими идеями выступают политики тоже молодого поколения. В прибалтийских странах, например, в Польше политики зрелые, но тоже готовы в эту провокационную игру играть. Но в Германии канцлер пока еще проявляет хоть какую-то осторожность. Но провоцирование темы развертывания войск НАТО на Украине направлено в том числе и на то, чтобы подорвать его позиции в Евросоюзе в контексте франко-германского соперничества. Там много чего. Такая склочная организация. И не национальные интересы своих народов и своих государств ставятся на первое место, а личные какие-то политические узкокорыстные планы, устремления, интриги. Это печально. Продолжение следует...